всем привет меня зовут елизавета и мы с вами находимся на канале дарвиновский музей детям я буду вам рассказывать палеонтологические истории и сегодня мы обсудим такую животрепещущую тему какого цвета были динозавры и действительно сейчас появились новые методы позволяющие выяснить окраску некоторых древних животных но начнем мы с вами с азов ученые которые занимаются древними животными называется палеонтологи но на самом деле палеонтологи занимаются не только животными древними да это и растения и бактерии и грибы и в принципе их область изучения это древняя жизнь чаще всего палеонтологи работают с окаменелостями на моей презентации вы можете увидеть с чем приходится работать палеонтологом ну в первую очередь это окаменевшие кости также это зубы раковины древних моллюсков вот здесь например яйцо динозавров или след но прежде чем обсудить нашу тему какого же цвета были динозавры стоит вспомнить вообще кто такие динозавры часто в детских книжках говоря про них рисуют всех подряд да и морских ящеров и летающих ящеров и каких-то более ранних тетрапот но на самом деле динозавры это четко очерченная группа с определенными признаками анатомическими определенными особенностями но на этом слайде можно увидеть пять разных древних животных и тут такой опрос кто из них динозавр и когда я его проводила выяснилось что люди действительно в основном считают что динозавры были морскими динозаврами летающими динозаврами и вот хищные например динозавры но если мы начнем разбираться то все-таки динозавры это те животные которые в первую очередь в мезозойскую эру освоили сушу да то есть не водную среду и не воздушную позднее конечно птицы освоили полет но это было далеко не сразу и сейчас уже нет никаких сомнений что птицы это по сути одна из веточек динозавров да поэтому отвечая на этот вопрос можно с уверенностью сказать что это номер 4 и номер 2 вот на этой с виду удивительно большой схеме который даже поразился котик четко выражена веточка которая привела к динозаврам и здесь родственные птицы но это настолько объемная тема что она годится для нового ролика если вам интересно напишите в комментариях и мы разберем с вами кто вообще такие динозавры и почему птицы это тоже динозавры из таких анатомических особенностей я бы хотела отметить то что у динозавров которые появились мезозойскую эру до примерно 240 миллионов лет назад конечности стоят прямо под телом они вот таким образом если вы видите древнее животное с подобным строением конечностей то это не динозавр сто процентов хотя и может быть очень очень похож теперь перейдем непосредственно к нашей теме можно ли узнать цвет динозавров на самом деле да можно узнать но только если найдены хорошо сохранившиеся остатки и там есть отпечатки мягких тканей кто первым это выяснил вот такой симпатичный молодой человек это якоб винтер палеонтолог изданий который на самом деле в первую очередь изучал моллюсков головоногих моллюсков и он нашел на каменелостях чернильный мешок вымершего кальмара где был хорошо сохранен пигмент и он предположил почему бы нам не рассмотреть подробно динозавров у которых хорошо сохранились отпечатки перьев возможно там тоже есть вот эти маленькие структуры которые бы нам подсказали какой был окрас у древнего животного сначала его исследования не поддержали сказали что вот эти четко заметные структуры которые можно рассмотреть под микроскопом это не пигмент сохранившийся да это не клетки связанные с этим пигментом а окаменевшие бактерии якоб винтер поспорил потому что эти четкие структуры шли ровно в ряд меняя друг друга по форме и по размеру явно бактерии такой четкий ряд вы не встали что же он выяснил вот здесь мы видим пример анхиорнис небольшой динозавр и от него нашли помимо костей четко сохранившиеся отпечатки перьев и он попробовал рассмотреть их под микроскопом и выяснил что некоторые структуры которые называются меланосомы имеют форму такой колбаски некоторые имеют форму округлую какие-то чуть больше какие-то чуть меньше и он решил посмотреть на то как выглядит меланосомы у современных птиц в оперении и увидел что в зависимости от цвета у них отличается сама форма и размер то есть если мы находим хорошо сохранившийся отпечаток и сам цвет и пигмент мы там увидеть не можем но мы можем по форме понять какого цвета была сама клетка соответственно та структура которая нам принадлежит то есть перья или там кожаный покров и соответственно он же попробовал восстановить окраску анхиорниса вот этого маленького динозаврика и выяснилось что он выглядел таким образом окрашен был довольно пестро большинство его перьев были такие темно-темно-серые слегка черные но среди них были четкие светлые полосы вот так примерно он выглядел но на его голове оказался такой своеобразный гребешок из перьев который был красного цвета еще интересно что позднее нашли второй хорошо сохранившийся отпечаток анхиорниса и повторили этот эксперимент и он тоже был окрашен точно также за единственным исключением этот анхиорнис 2 был меньше по размеру и на голове у него не было этого гребешка из перьев из чего следует вывод что или это какой-то другой вид анхиорниса либо это была молодая особь у которой гребешок еще не сформировался либо у анхиорнисов был половой диморфизм то есть самка например была без гребешка а самец с гребешком дальше подобные исследования посыпались да как из рога изобилия потому что была найдена методика и можно было выяснить некоторые отпечатки и некоторый окрас следующий динозаврик чей окрас удалось установить это синозавроптерикс он тоже совсем небольшого размера весом не больше одного килограмма на самом деле вот этот хорошо сохранившийся отпечаток синозавроптерикса был найден в китае еще в 1996 году и тогда он уже произвел фурор потому что здесь есть четкие отпечатки перьев и это был первый динозавр у которого нашли такие хорошие перья и выяснили что у них у некоторых был перьевой покров и только в 2010 году смогли по новому методу восстановить его окраску но если мы присмотримся то увидим что даже на отпечатках видно что как будто здесь череда полос темных светлых темных светлых и в итоге внешний вид его оказался достаточно ярким такой слегка бандитский потому что у него например на голове оказалась вот такая вот маска похожая как маска енота и сам он был такой красновато-коричневый из чередующихся ярких полос вот здесь на этой иллюстрации вот попытались изобразить видимо самку с детенышами еще один интересный такой птицеподобный динозавр это микрораптор но особенность его не только в том что удалось установить окрас а и в том что у него было четыре крыла то есть выглядел он вот таким образом и действительно даже мог летать сначала предположили что он только планировал с ветки на ветку но все-таки исследуя перья выяснили что возможно он был способен к активному полету сейчас нет современных позвоночных животных которые бы летали на четырех конечностях активно летали и да я вам все время говорила что динозавры не осваивали воздушную среду но мы помним что птицы начали осваивать воздушную среду и птицы это тоже динозавры и вот как вы видите вот это такое небольшое исключение что микрораптор уже на самом деле хотя и напоминает птицу но все-таки он еще такой прям конкретный динозавр но который летал еще и на четырех конечностях установив его окрас сначала предположили что чисто черный кое как ворон но мы с вами помним что даже ворон не имеет такой четкий черный окрас а он слегка переливающийся а если мы посмотрим на скворцов то увидим что они имеют такой очень яркий разноцветный окрас оперения и вот у микрораптора тоже оказалось особенно около головы и на шее переливающийся такой оттенок ну и на этой картинке он изображен как опасный хищник который поедает каких-то маленьких птиц до этого мы с вами говорили про динозавров которые имеют интересный окрас но не настолько яркий как у современных птиц таких как калибри или райские птицы вот например в китае был найден еще один интересный представитель этот цейхун совсем небольшой весил всего где-то 500 грамм 40 сантиметров у него был размах крыльев и выглядел он вот так его даже прозвали радужный динозавр то есть большая часть тела его была покрыта все-таки черно-серыми перьями но голова грудь и даже у основания хвоста вот здесь это плохо видно но все-таки он имел ярко радужные перья и вот он как раз летать совсем не мог только демонстрировать свою красивую окраску явно для привлечения внимания партнера и такой цвет играл социальную роль исследуя тему окраса динозавров чаще всего находятся статьи где рассматривают тех животных которые были покрыты перьями потому что пигмент в перьях да и вот меланосомы перьев лучше сохраняются чем например кожных покровах но и у некоторых динозавров тоже были найдены отпечатки ну например пситокозавр любопытный динозавр это родственник трицератопса то есть это один из первых цератопсов рогомордых динозавров он был совсем небольшого размера и также в китае был найден отпечаток пситокозавра с четкими кожными покровами сохранившимися и с перьями точнее даже это не перья это такие щетиноподобные структуры на хвосте выяснилось что пситокозавр переводится как ящер попугай имел такую маскирующую окраску темно-коричневый сверху и светлый снизу но у него был один маленький секрет такой яркий акцент исследовая его кожные покровы выяснилось что у него была очень ярко выраженная клоака тоже имеющая характерный цвет для привлечения внимания партнеров иметь какой-то яркий гребень он не мог потому что большую часть времени он скрывался и пытался защититься от хищников должен был маскироваться а вот привлечь внимание партнера таким способом ему было вполне по силам и вот здесь иллюстрация андрея тучина тоже прекрасно изображающий такое семейство пситокозавров еще одно приятное исключение это динозавр анкилозавр 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 это панцирные динозавры всем известен анкилозавр у которого огромная булава на хвосте этот анкилозавр называется бареалапельта переводится как северный щит его остатки были найдены в канаде и это была практически мумия настолько он хорошо сохранился вот на этом изображении видно и там же были четкие кожные покровы которых смогли рассмотреть меланосомы и первое предположение было что он был такого светлого серого цвета напоминающий современных носорогов или слонов потому что вот он уже по сравнению с предыдущими динозавра был действительно огромный где-то весил он полторы тонны и пять с половиной метров был в длину и поэтому казалось бы ему маскировка не нужна ведь например современные носороги и слоны не нуждаются в этом но оказалось что нет и даже у него была маскирующая краска напоминающая краску оленей темный верх такой пятнистый слегка ржевато-коричневый и светлый низ и вот провели исследование и выяснили да что хотя предполагалось что по размеру он как крупный представитель фауны все равно имел маскировку то есть даже таким крупнейшим защищенным динозавром приходилось использовать разные стратегии такие как маскировка сложно себе представить даже какого размера были хищники в то время что ему пришлось от них защищаться в конце хотелось бы добавить что реконструкция окраса древних животных имеет очень большой потенциал так как это только зарождающаяся область и с каждым годом происходят все новые и новые открытия и главное появляются новые и новые методы исследования многие новые технологии и возможно лет через десять двадцать тридцать мы узнаем все краски древнего мира